Новая Одесса Заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам предпринимательства Александра Кужель Проблемы предпринимателей Юга Украины должны быть решены на государственном уровне, считает Нардеп Существуют ли решения на болевшие проблемы и как предпринимателям защитить свои права, выяснял Дмитрий Долматов Александра Кужель считает, что наиболее остро стоит проблема с рынком привоз Земля рынка ни на кого не оформлена, а из трех фирм, обслуживающих предпринимателей, ни одной нет необходимых документов аренды Если две фирмы, которые там они нашли нарушения по учету налички Я так понимаю, что там нам скромно ответили, что нарушения какие Но третьей вообще нет Ее просто нет Ее нет ни по месту регистрации, ни по месту адреса указанного, где она находится Но это основная фирма, которая собирает с предпринимателей деньги Это как возможно? Еще одна немаловажная проблема рыночной монополии – это бесправие предпринимателей за счет высоких налогов со стороны собственников Например, работники рынка Куяльник не имеют права даже самостоятельно повесить зеркало или забить гвоздь За все необходимо платить, объясняет Александра Кужель За то, чтобы забить гвоздь, вам надо заплатить хозяинам рынка 200 гривен Два гвоздя – 400 гривен Вот в чем смех А вы знаете, сколько они платят? За охрану За страховку За уборку За то, чтобы ветер подул За то, чтобы с тачкой проехать Для разрешения ситуации необходимо создать рабочую группу по контролю состояния на рынках А также разработать закон, который регулировал бы отношения между предпринимателями, потребителями и городской властью Подытожила глава комитета Дмитрий Долматов, Андрей Лысенко, Новая Одесса Приморский суд запретил мэру Костусеву увольнять киваловского директора ЖКСа Фонтанский депутата Светлану Асауленко, передает Думская НЭТ До рассмотрения иска Асауленко мэру запрещено назначать или увольнять директора коммунального предприятия А новому руководителю занимать свой кабинет Уволенная директор ЖКСа судится с мэром, требуя восстановить ее в должности и продлить действие контракта Источники Думской в муниципалитете утверждают, что именно увольнение Асауленко и спровоцировало обмен резкими заявлениями между Киваловым и Костусевым Жестокое обращение со львом в Одессе Общественность негодует, интернет пестрит противоречивыми комментариями Правда ли, что львенка Амура истязает и эксплуатирует, выясняла Дарья Сидоровская Активные действия общественников и защитников животных привели к тому, что теперь редко, когда можно встретить фотографов с животными на Приморском бульваре Но они перебрали закрытое помещение и теперь цена на их услуги выросла Еще несколько дней назад, заметив журналистов и активных защитников животных, фотографы с Приморского бульвара разбегались в разные стороны А попытки диалога с горе-фотографами заканчивались появлением милиции Одесские СМИ обеспокоены судьбой львенка Амура, которого используют для фотосессий Как оказалось, дикое животное приносит своему хозяину хороший капитал, но существует в нарушениях многих норм То, что такое животное вообще не может существовать вне специализированных учреждений, да и фотографироваться с ним вне закона, не пугает хозяина Более того, читатели интернет-издания 048 предоставили доказательства Хищника усмиряют дубинками Пользователь одной из социальных сетей Дмитрий Шевляков, ссылаясь на личное знакомство, утверждает, надо львом никто не издевается По дому он ходит без цепи, так как воспитанный игривый и питается мясом А цепи при фотосессиях для подстраховки, по-видимому, для этого же и дубинки Как бы там ни было, но Одесский городской совет запретил использовать диких животных при фото- и видеосъемке Кроме того, действуют правила содержания животных, в соответствии с которыми в квартирах или домах допускается содержание лишь мелких диких животных Одесса красивейший город со своей историей и образом Есть множество мест, где можно фотографироваться И не обязательно для этого использовать диких животных Против издевательств над животными и Дарья Сидоровская, Олег Шпак и Новая Одесса Теплоход Николай Бауман, затонувший в территориальных водах Украины 6 марта, нанес экологии Черного моря ущерб на сумму более миллиона долларов Об этом сообщает Пресс-служба государственной экологической инспекции Ведомство готово предъявить претензии судовладельцу Напомним, Николай Бауман, флаг Молдовы, порт приписки Джурджулешты, затонул в районе Старостамбульского устья Дуная Все 11 членов украино-российского экипажа спасены 40-летний теплоход принадлежал компании Денюб Шиппинг Митинги в Одессе Если раньше горожане пикетировали муниципалитет, облсовет или даже дом мэра Костусева То сегодня они собрались под зданием одного из одесских телеканалов Жители Черноморки устроили митинг под стенами одного из городских провластных телеканалов По их словам, якобы телекомпания подает заведомо ложную информацию и искажает факты Наша акция протеста, телекомпания ТВ о том, что они по телевидению показывают неправдивую информацию О том, что происходит сейчас с Черноморкой О том, что сейчас эти земли рекреационные остаются рекреационными Хотя это даже физически никак не может быть, потому что это частная застройка и там живут люди Участники акции требуют, чтобы в эфире телеканала появилось опровержение представленной ранней информации Однако руководство телекомпании уверяет, что ни до, ни после митинга Участники акции с подобными претензиями не обращались К сожалению, то, что сегодня произошло, на наше мнение, это хорошо спланированная провокация Видать, кому-то она выгодна, кто-то за этим стоит Потому что если вы слышали обвинения, которые были в наш адрес Они, к сожалению, не относятся к нашему телеканалу Потому что мы не можем влиять на назначение тех или иных должностных лиц Митингующие намерены полностью перекрыть Авидеопольскую трассу, если их не услышат Однако СМИ всего лишь ретранслируют информацию А чиновники, которые могут повлиять на ситуацию, так и не услышали жители Черноморки Дмитрий Долматов, Андрей Лысенко, Новая Одесса В Украине более 26 тысяч детей мечтают приобрести родителей И пусть с каждым годом желающих принять семью чужого ребенка становится все больше Проблема детей-сирот все еще актуальна Как ситуация обстоит в Одессе, разбирался Вадим Шпаченко По состоянию на 2013 год Одной тысячи одесских детей, которые лишены родительской ласки Посчастливилось обрести приемную семью Однако количество тех, кто все еще мечтает о встрече с новыми родителями Остается внушительным 685 детей, находящихся в городе Одессе, в интернатных учреждениях Нуждаются в помощи со стороны опекуна Это большинство, больше половины из них А остальные в семейных формах воспитания Таким образом, надо хотя бы одного ребенка в день устраивать семью Меньше всего повезло детям старше 5 лет Приемные родители для них находятся крайне редко Немного чаще эти дети попадают под временную опеку Превалируют пары достаточно молодого возраста Хотя есть и люди старше 50 Деток, которых хотят взять в семью Это в основном возраст детей до 3-х, максимум 5-ти лет Стоит помнить и о том, что желающие усыновить ребенка могут оказаться к этому не готовыми Перечень документов, которые необходимы для усыновления ребенка в Украине Очень просто найти в интернете Вадим Шпаченко, Эдуард Шендерович, Новая Одесса Вы смотрели новости на Новой Одессе Если у вас есть интересная информация И вы хотите, чтобы весь город узнал о ней Звоните нам Телефон горячей линии 706 38 96 706 38 96 Выпуск завершают проекты «Гость студии» Специальные репортажи наших корреспондентов И прогноз погоды Увидимся в 21 час В студии была Екатерина Ярская Хороших новостей и удачного дня Прогноз погоды от страховой компании ТЕКОМ За данными Центру погоды, у середу 10 квітня в Одессе протягом дня будет хмарно Вітер певденних, певденно-захидних напрямки слабкий 1-2 метри на секунду Атмосферный тиск у норме 758 мм притутного стопа Відносна вологість повітря 72% Температура повітря в ночі 4-5 В день 5-7 градусів с позначкою плюс Страховая компания ТЕКОМ Поступай всегда уверенно Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор